У нас еще самое интересное, назревает праздник в декабре Международный день чая, это будет 15 декабря И вот к 15 декабря я решил узнать, какой же самый-самый полезный вид чая Они же как бы полно, ну и вот оказывается это не зеленый Но он может стать вашим любимым напитком для здоровья Есть чай для удовольствия, а есть для здоровья И вот разновидностей чая существует много В зависимости от ферментации чайных листьев Принято выделять 6 основных видов чая Черный и зеленый пуэр, белый улун и желтый Считается, что эти напитки благотворно влияют на здоровье и общее состояние организма Например, пуэры не только бодрят, но и сжигают жиры А улуны называются рекордсменами по количеству антиоксидантов Максимальная польза для здоровья сосредоточена все-таки в белом чае Хотя он и производится из того же растения, что и черный и зеленый Но дело в способе обработки листьев Именно это наделяет напиток разным вкусом, запахом, свойствами Для производства белого чая используются только молодые почки, покрытые белым пушком Их собирают вручную, поэтому белый чай может стоить до 2000 баксов за килограмм Почки подвергаются минимальной обработке, 5-7% окислений И в них собирается больше всего полезных веществ Этот чай отличается минимальным содержанием кофеина Он укрепляет иммунитет, очищает организм, защищает его полезными веществами Убивает бактерии и снимает усталость Исследования показали, что белый чай обладает антисептическими, антиоксидантными свойствами Его экстракты часто включают в состав элитных средств по уходу за кожей Также подтверждается, что экстракт белого чая способен убивать бактерии, вирусы, грибки В организме есть больше эффективность, чем другие чаи Вот в белом чае значительно меньше кофеина, чем в других сортах Белый чай быстро пропаривается и высушивается При этом листья остаются свежими Также он приводится данные со ссылкой на исследования ученых Из научного мединститута Лейнуса Полинга При Орегонском университете Что белый чай может обладать самым сильным среди подобных напитков В потенциальной борьбе с раком Поскольку белый чай практически не подвергается механической обработке То есть содержащийся в нем витамины, С, В1, Р и эфирные масла Также антиоксиданты не теряются, а остаются в листьях в полном составе Сохранить все эти вкусовые биологически активные вещества в чае важно при приготовлении напитка Так ферментированные виды чая Это черный, пуэр, улун Лучше заваривать водой Температура около 90 градусов Для зеленого и белого чая температура воды не должна быть выше 75-80 градусов Заваривая в прок чай Эксперты его не советуют с запасом заваривать Максимально вкусовыми болезнями является лишь свежеприготовленный напиток Ну что ж Всех, кто любит, обожает чаи С днем С международным днем чая На этом, пожалуй, все Спасибо за внимание До свидания Субтитры подогнали Симон